Предвыборная гонка набирает обороты. Выходные не стали исключением. На площади перед культурно-развлекательным центром состоялся митинг в поддержку кандидата на пост президента Владимира Путина. И уже с первых выступлений стало очевидным, что и в нашем городе действующий премьер-министр имеет безоговорочную популярность. И чем меньше остается времени для принятия решений о выборах, тем больше она нас дает с разных сторон. Есть разные мнения, как и что нам делать. Нам что-то советуют депутаты, которые ходят в американские посольства. Что-то советуют бывшие или настоящие олигархи, которые нахапали денег во время приватизации. На импровизированную трибуну поднимались те, кому положено было говорить от имени народа. Депутаты и профсоюзные деятели. Администрация и руководство города и района в этот раз остались среди простых людей. Мы живем в свободном государстве, каждый имеет право высказать свое мнение. И, в общем-то, мы, наверное, здесь не скрываем все, что мы действительно поддерживаем нашего кандидата. И не хотим, чтобы что-то менялось, чтобы в стране были какие-то потрясения. Ораторы выступают очень убедительно. Я сам пришел, потому что я разделяю мнение всех этих людей. Я за Россию, я за Путина, Россия вперед! Мы должны высказывать свою позицию очень четко, внятно, понятно по любому вопросу, который возникает в стране. И пусть голос маленького Кингисеппа услышит наш кандидат Владимир Владимирович Путин и знает о том, что действительно нас больше. Россия не только Москва и далеко не Москва. Россия везде. Пришедшие по приглашениям и по зову собственного сердца держали в руках балакаты и внимали речам выступающих. Сегодня Владимир Владимирович Путин – это сильный лидер. Он смог после беспредела 90-х, после варваровской перестройки, собрать нашу страну по кускам. Нашу страну снова зауважали в мире, а враги стали побаиваться. В отличие от представителей власти, горожане не особо желали отвечать на вопросы, но некоторые заметили, что пришедших могло бы быть и больше. Всему помехой оказался мороз. Это мороз, потому что ведь это такое мероприятие добровольное. То есть было объявление, подано в газету, уведомление прислали в администрацию. И, в общем-то, кто хотел, тот пришел. Но, может быть, мороз не пустил. Нороза не хватает. Сколько должно быть? Ну, явно больше. Пару тысяч по силам. Пару тысяч? Ну, я думаю, да. А это не слишком большая толпа? Пару тысяч? Вполне. Будет теплее. Чего настроения не хватает? Стабильности. Да, вот надеемся, что с его приходом она будет. Сегодня не хватает, наверное, просто теплой погоды, чтобы пришли те, кто на самом деле хотели прийти. Ну, предпочли, наверное, отсидеться дома. Но я думаю, что они передумают. Первая ласточка в ряду предстоящих митингов в поддержку кандидатов в президенты прилетела. Кто будет следующим, пока неизвестно. До выборов осталось меньше 20 дней. Это как раз тот случай, когда будущая сторона может зависеть от нас с вами. Андрей Титов, Андрей Козлов, Кингисепское телевидение, ЯМ-ТВ Россия! Путин! Вперед!